Время работы Семейный вход сюда 10 евро за четыре человека За 10 евро нам дали карту Очень шумные из-за сумасшедших насекомых Они размером с шершней, но абсолютно безопасные Сейчас, может быть, я, если увижу, покажу Их по тысяче на каждом дереве И они орут просто, как будто, я не знаю, кто-то их хочет убить Вот я одного нашел Сейчас сниму его Такие вот звуки они издают Вот эта маленькая гадость Сейчас подойдем к краю Я хочу снять сверху все Звучит музыка Можно кинуть монетку и взять твечку. По карте это называется развалины домов, так и выглядит. Замок был построен в 16 веке, он молодой достаточно, ему всего 400 лет. Саня много играет в игры, у него все заканчивается зомби апокалипсисом. Там яма. Должников и грешников скидывали в яму. Должников и грешников. Очень красиво, вообще супер. Я тебя ударю. Я тебя ударю. Я тебя ударю. Если приедете сюда запасаетесь водой, потому что воду здесь купить на территории Казахстана, в принципе я пока еще не видел где можно купить воду, а пить очень хочется, жарко. А это было критами, которые владели критом. Венецианцами. Видите, критом владели просто. Если не яд. Чуть позже, критами. Это прикольно. А чуть позже, критами, владели критом. Ну, турки просто все убирали. Кабачка. Академия. Оу. Мам. 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 напоминает это все херсонец севастополя руины моря какие-то сооружения куча камней только народу поменьше мы нашли пещеру сань пойдем и вслед кричат все что туда заходить нельзя колодцы с водой санята колодца с водой здесь на стенах интересные растения очень растут я даже не вообще понять не могу где они берут воду они растут прямо из камня просто из камня и и и Продолжение следует... Под землей огромный туннель. Мы только что зашли в него. Сверху это все не видно, а снизу это выглядит как огромные катакомбы. Сейчас посмотрим, куда это нас приведет. Темно, ничего не видно, правда. Сейчас там дальше зайду, будет свет. В путеводителе написано, что мы только что были в кладовых северных ворот. Мы идем к кладовым северных воротам. Нет, вот это вот то, что мы сейчас пришли, это кладовые северные вороты. А это... Продолжение следует... Саня нашел подземную тайную пещеру. Сейчас. Ты уверен, что она подземная и тайная? С нее кто-то выходит? Нет, вот подземная и тайная. Держи камеру, Саня. Ох тышка. Это что-то прикольное. Но я бы не стал сюда залазить, потому что, возможно, она тоже может обрушиться. А что там? Ничего, просто маленькая комната с арочным потолком. Краю дальше не проходи. Не, я имею в виду к краю, можешь в комнату подойти. За кадром. Вот такой вот, да. Даже не за кадром, он разорится вообще. Так, так. Ой. У-ху-ху. Всем хорошего отдыха и отличного настроения, ярких праздников и нескончаемых эмоций всегда. Forever. Forever. А ты, Сашок, что скажешь? Видите, не пиво пьет, да это вообще шок. Такого надо. А мама что-то вон идет, делает вид, что она нас не знает. Короче, лайк. Тут вообще очень красиво, вон солнышко печет, правда. Ну вообще супер. У-ху-ху-ху-ху. Мы вышли на территорию, здесь растут красивые сосны, такие как в Риме мы были, когда гуляли в районе Колизея, римского форума. Такие сосны там везде росли красивые, здесь такие же. И в целом вот это вот здание, где висели картины, оно тоже смотрится отсюда очень хорошо, можно сделать красивые фотографии. Наконец мы дошли до театра. Здесь были гладиаторские бои, да, Сань? Или выступали добрые клоуны. Да, сиденья достаточно современные, но под пластиковыми и какими-то мягкими каменные. Вот на каменных все и сидели, наверное, 400 лет назад. Сегодня у нас был обзор крепости, которая называется Фортеця в Ритивне, на Крике. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего, ярких вам впечатлений и отдыхайте почаще.